Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, моё отдельное вам здравствуйте. Поговорим о Лёле Быковой. Ну что, я посмотрела последний видос с канала Мать-Героиня и была немножко в шорохе. Ну, во-первых, в очередной раз на пасти беда и печалька посетила Лёлю, и, конечно же, дочка Чипа Дейл примчалась на помощь старшенькая любимица спасать маму. Да, потому что постоянно Лёлю кто-то должен спасать. Психологи, друзья, подруги, зрители, все должны участвовать в жизни Лёли. А можно ли назвать её самостоятельной единицей? Конечно, нет. Что Лёля может без своей аудитории, без своих друзей, которым она платит деньги? Конечно, ничего. Сама по себе она ноль без палочки. Поэтому всё время и необходимо, чтобы кто-то спасал, протягивал руку помощи и вытягивал её. И после этого кричат, что Лёля самодостаточно уверенная в себе женщина, которой море по колено, и она может всё. Нифига Лёля сама не может. Первый момент, который меня удивил, когда дочь приехала домой и сразу побежала на стройку посмотреть, что там. Вы знаете, вот прям как ревизор пришёл с проверкой посмотреть, что там происходило за то время, пока её нет. Далее, да, Женя очень начала переживать по поводу того, хватит ли всех комнат для рабочих. Вот это для меня вообще осталось непонятным. Но поняла следующий момент. Ясно только одно, что рабочие нужны надолго и всерьёз. Здесь хочется фанатикам сказать, крепитесь, крепитесь, крепитесь и ещё раз крепитесь. Долго вам предстоит слюнявить свои кровные Лёли на её работников. И вы знаете, ребята, кстати, вот дочка чётко и дала понять, да, что всё строится под рабочих, чтобы люди могли разместиться и, конечно, помогать многомамке. Далее, да, Лёля сказала, что Женя приехала на выходные помочь ей. Вы знаете, вот это меня и убивает. В чём помочь, никто объективно объяснить не может. Уже есть две близняхи там. Света, которая приезжает, уезжает. Ещё и Женя приезжает помочь. Сама Лёля есть. Ребята, сколько шлёли, необходимо людей, чтобы ей помогали. Вы знаете, мне кажется, в идеале на каждого ребёнка нужен помощник. Тем более, не считая даже, независимо от возрастной категории. Ведь если вдуматься, маленьких детей, по факту, не так много, которым действительно необходимо постоянное внимание. Остальные дети постарше. Я не могу понять, к чему участие такого количества людей, что они там делают. Но если разобраться, консервации нет. Если сказать, можно было, да, там массовая закрутка идёт, заготовок на зиму. Этого нет. Заготовки продуктов массовой тоже нет. Ребята, вот не понимаю, что столько человек должно делать и с чем должны в очередной раз, конечно же, помочь Лёле. А далее, конечно, Быкова пожаловалась и рассказала о том, что через полтора месяца девочки уедут. Нужна помощь на работу няней и по дому помощникам. В личной переписке всё расскажет. Пишите и по поводу зарплаты всего. Вот интересно, а что не так уже с зарплатой? Вроде бы тридцатка гарантированная была. Может быть, конечно, в личной беседе Лёля увеличивает ЗП, но с позиции, чтобы хоть кто-то приехал. И, кстати, парадокс весь в том, что опять идёт разговор, да, нужны помощники и всё в этом русле. Не хотят почему-то у Лёли работать. И когда она рассказывает о том, что проблема типа в Украине, очередная какая-то Лёля, нет никаких проблем в Украине. Какие они были, такие они и остались. Нового ничего не произошло. Ну, единственное, да, красные зоны объявили по практически всем, ну, половине, так точно, городов Украины. А так ничего не произошло того, чего не было раньше. Вот такое ощущение, что помпухи просто навострились на лыжи, по-тихому слинять. Почему? Потому что, ребят, я до этого говорила, зарплата смешная. 30 тысяч получают в супермаркете кассиры на одного человека в Украине. Смысл ехать куда-то? Я перевела, да, зарплату на гривну, но это смешно. То есть у нас, если едут на заработки, едут в Европу. Там, где зарплата у женщины стартует, там от 1200-1300 долларов чистыми. 1200-1300 долларов на одного человека. Смысл ехать за тридцатку и вдвоем нагибаться у Лёли. И, кстати, теперь стало понятно, что все-таки девочки приехали за зарплату. Непонятен момент, как-то Лёля еще не объявила на них донаты и сборы именно на их зарплату. Далее, конечно, Лёля рассказала, что вы видите, все у меня хорошо, зарплату я плачу, питанием обеспечиваю, жилье предоставляю. Ребята, ну кто туда поедет? Ну вот реально, мне кажется, ни один адекватный человек, который дружит с головой, не поедет в этот шумгам. Не поедет жить на головах друг у друга. Даже в те дни, когда у тебя есть выходной, ты можешь якобы отоспаться, как можно отоспаться в доме, который полон детей. Как в этой конуре, по большому счету, все на головах друг у друга. Посмотрите даже ролики там, где они, например, находятся типа в гостиной. Они просто действительно настолько стеснены в условиях, в квадратных метрах, что полноценно отдохнуть там просто невозможно. Поэтому кто туда поедет за 30 тысяч, честно говоря, не представляю. Меня даже помпухи удивляют и поражают вот этим моментом, потому что действительно это непонятно для меня, в голове не укладывается. Ну и далее, конечно же, ребята, Лёля рассказала о том, что сколько девочки потратились на переезд, на медицинскую книжку. Не рассчитывали они на то, что придется так быстро уезжать. Лёля, объявляй им донат на дорогу, пусть люди им помогут и поддержат. И вообще как-то странно и непонятно, почему помогают только Лёля. Сергея Петровича тоже плохие жилищные условия. Начинайте ему скидывать на карту, пусть он себе там капитальный домик на территории у Лёли построит. Вот помпухом скиньтесь на отдельное жилье, ну чего так слабо, чего только Лёля. Вот это тоже, кстати, вопрос, который никто не отвечает. Ну и, конечно же, Быкова рассказала о том, что есть на подхвате Света, которая тоже приезжает, но она не может работать регулярно. И, кстати, такси для Светы в один конец 1200, то есть туда-обратно 2400. Ну, ребята, реально золотая помощница, просто бриллиантовая. То есть, думайте, да, 2400 только за такси и плюс ещё зарплату человеку за день. То есть это ещё как минимум какие-то там 3000. Действительно, помощница бриллиантовая. Вы знаете, если бы Лёля всё-таки зарабатывала эти деньги самостоятельно, а не стригла хомяков, она бы очень призадумалась в целесообразности таких покатушек и такой помощи. Потому что по факту, да, то есть, ну, если прикинуть, я перевожу опять-таки на наши деньги, ну, дорогое удовольствие за то, чтобы человек полдня у тебя там приготовил какую-нибудь запеканку, помыл туалет и поменял постельное бельё. Я бы сделала это самостоятельно, как и любая другая женщина. Но здесь Лёля не может по-другому. Здесь и надо нагонять жути и рассказывать о том, как всё тяжело. И при этом Лёля кричит, да, что не смейте мне тыкать тем, что я многодетная мать. Лёля, так это твой головняк, это твоё, да, Ермо, это ты взвалила этот крест непосильный для тебя себе на плечи. И пытаешься всех убеждать, как здорово всё у тебя получается. В каком месте, непонятно. Без помощников Лёля никто и ничто. И, конечно же, начала рассказывать о том, что не надо сравнивать меня, да, упрекать в чём-то, в том, что я жалуюсь. Посмотрите на других женщин, которые тоже работают, имеют там одного-двух детей на руках, и они тоже жалуются родным и близким. Во-первых, Лёля, они все жалуются, они все такие, как ты. Таких всё-таки процентов 10 женщин. Остальные женщины сильные, выносливые и берут нож по себе, крест по себе, ношу по себе. И детей рожают столько, насколько они понимают, взвешивают свои силы, понимают, со скольким количеством детей они реально в жизни справятся. И я не видела, у меня есть друзья, у меня есть подруги, есть взрослые родственники. Я ни разу не слышала, что кто-то жаловался так, как Лёля. И опять-таки, даже если люди жалуются, согласитесь, ребят, жалуются близким и родным, но не на просторы Ютуба, и тем более, чтобы на этой теме не вымутить побольше денег, заработать себе на карман. И опять-таки, для чего жалость идёт у Лёли? Ей нужно рассказывать постоянно о своих проблемах, каких-то вот этих, да, головниках, для того, чтобы люди давали деньги. Ребят, ну кто вот выйдет Лёля и скажет, ребят, у меня всё хорошо, бабла, я нормально с Ютуба зарабатываю, у меня всё здорово. Кто её начнёт жалеть? Никто. Поэтому и денег с этого, соответственно, конечно же, не будет. Ну и далее, ребята, да, посмотрела на это всё, Лёля опять рассказывает, как ей приходится много работать, потому что она одна кормилица в семье. Где работать, ребят? Ну вот не представляю. Вы знаете, снять ролик, ну это максимум час времени, максимум час. Смонтировать, ну ещё минут 30. На что Лёля тратит вот время, о котором она говорит, и от чего она устает, я не представляю. Ну, наверное, всё-таки бегать с камеры, снимать Сергея Петровича, детей, коров, наверное, от этого она действительно глобально устает. И я понимаю одно, она реально никогда, она не знает, что такое, да, реальный физический труд. Она только умеет бла-бла делать, и не более того. Опять-таки, как она сказала, уезжает Сергей Петрович на две недели, и я надеюсь, мы справимся. Лёля, конечно, ты справишься. Ты умудрялась, с твоих слов, справляться, будучи беременной, с животом, в три раза, там, по-моему, не помню, шесть или семь коров у неё было, ну, в три раза, в два, в три раза больше, чем сейчас, и она якобы вытягивала тегло. Сейчас есть помощники, подросли дети, и опять Лёля переживает, что может не справиться, и на помощь обязательно кто-нибудь придёт из её проплаченных друзей. Как-то, ребята, странно и непонятно, а по факту Лёля не знает, что такое действительно работать, зарабатывать, быть самостоятельной единицей. Вы знаете, ей даже не противно, что её люди жалеют. Ей даже не противно, чтобы для того, чтобы получить дополнительные деньги, как ей приходится унижаться и каждый раз обливать себя грязью, рассказывать несуществующие истории, тут же на ходу их придумывать, засирать свою мать, рассказывать о глобальных проблемах детства. Ей плевать, что рассказывать, лишь бы выдурить деньги. И при этом ей не омерзительно от самой себя, да, что люди массово жалеют тебя. Но мне бы было противно, честно, тем более, когда бы я понимала, что это стопроцентная ложь. А то, что это ложь, это уже никаких не вызывает сомнений. Лёля переобувается на ходу и забывает о том, что рассказывала ранее, меняет полностью всё наоборот историю и рассказывает в очередной раз всё совершенно по-другому. Вот так, ребята, это как-то смешно и странно выглядит. Я понимаю одно, что стоит у Лёли уехать всем помощникам, и всё, это крах будет полный Лёли. Либо выведет хозяйство, либо, я не знаю, начнёт детей по факту возить в детский сад, хоть как-то себе развязать руки. Ну, вот так это сегодня для меня выглядело. Конечно же, продолжение следует. Посмотрим, что там ещё расскажет многомама и придумает в очередной раз. Ну, а на сегодня, ребят, прощаюсь со всеми. Пока, до новых встреч!